Воскресенье Воскресенье Это реальный дорожный знак. Он указывает водителям, какие нужно реальные действия совершать. Здесь дорожный знак с небольшими наполнениями. Это вроде как арт-объект. Граница очень тонкая. Иногда граница очень большая между реальностью и искусством. То, что я сейчас показал, последнее, работы Клии. Граница огромная, потому что есть абстракционизм. Это полный отказ от реальности и искусства. А наклубление в саму реальность и искусство. Ну и вот два слова. Искусство поразвивается, как что-то искусство. А реальность, как настоящая. Между ними есть какой-то абстракционизм. Это понятно. Мы когда-то говорили, помните, не помните, кто меня до этого слышал, что в голове подозрения есть какой-то тумблер, который занимается переключением. Рудожника с одного мира на другую. Ну и вот у меня есть набор таких схем, формул, довольно рабочих, которые вы сами можете использовать для понимания. Искусство можете не использовать. Я ими пользуюсь регулярно, они очень практические, очень полезны. И первая схема заключается в татапинарной оппозиции. Искусство, реальность. Значатся в два мира. Искусство и реальность. Искусство есть много функций. Есть такие книги по эстетике. И, ну, я не знаю, может быть, функций искусства больше. Я выделил для себя какие-то несколько функций, основных, как мне кажется. И первая функция искусства – это функция отражения мира. То есть отражения реальности. Притча, которая существует по этому поводу, как соревновались европейцы с японцами на какой-то грандиозный арт-объект. И японцы все это время полировали стену в зале. Зал был разделен на три части. И в одной части работали европейские художники. И они что-то делали, что-то лепили, что-то рисовали. А в другой части были японцы, которые что-то делали. Этого не было видно, а был слышен какой-то странный шум, шурша. И когда шторку открыли, стояли какие-то грандиозные скульптуры, шедевры европейские. У японцев была полирована набрестская стена. И она отражала все, что было сделано европейцами. То есть это полосердно. Искусство как отражение. Вот это отражение, оно в современном искусстве и даже в искусстве русского реализма, мне оно кажется почти одинаковым. То есть есть реальность, язык реальности, вроде как все знают. Знаете язык реальности? Ты можешь себе еще? Ну вот дела, да? Или быт. Или работа. Семья, дети. Изык реальности. Он очень конкретный, да? Он очень нужный. То есть мы без этого не живем. Есть язык искусства, который вроде как должен от этого всего отличаться. Но иначе нет разницы. Правильно? Вот здесь очень много рисунков разных людей. Вы же видите, что это не люди, а рисунки. Проводят эту границу. На самом деле, если глубоко задуматься, тогда граница не всегда ощущается. Потому что есть главная ошибка. Я сейчас я не скажу. Восприятие реальности. Я говорю субъективно, просто очень абстрактно. Вот видите. Скажи, а не отсюда, сюда. Это перевод. Перевод. Перевод осуществляется на определенный язык. Ну, например. Вы описываете словами то, что с вами происходит. Я выхожу из дома. Я двигаюсь по улице. Я сажусь. Трамвай. Это словесное описание. Реальность гораздо сложнее, чем слова. Но мы переводили реальность на язык слов. Мы, в принципе, понимаем, да? О чем я говорю. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что язык слов всем понятен. Он вроде как самый универсальный. Язык реальности гораздо сложнее. То есть перевод бывает на какой-то язык. Это язык может быть. Словесный язык. Это может быть язык. Музыкальзм. По-моему, я не могу говорить, потому что это учение понимает. Ну, и там очень трудно найти связку с реальностью. Это может быть язык пластический. То есть художественный. Пластический язык. И один и тот же объект, видимый в реальности и видимый в искусстве, отличается именно тем, что был совершен перевод. И мы эту разницу очень хорошо воспринимем сюда. Мы видим разницу. Даже если очень похоже, даже как на фотографии, очень, как говорят, натурально, да? Полянка вызывает желание побегать по ней босиком. Вода вызывает желание в нее войти. Но все равно видим вот это вот разграничение. Пластический язык отличается тем, что, в отличие от языка словесного, его понимают далеко не все. Только посвященные него, то есть, наверное, художники, какие-то специалисты, которые где-то учились, что-то понимают, все остальное, это какое-то тайное знание, которое обычно вообще по-недоступно. Это вызывает такой психологический барьер. То есть я не понимаю, поэтому мне не нравится. Но обычно так и звучит. То есть человек говорит, мне не нравится, а значит, я не понимаю. Или это надо понимать, или это на любителя, или это дело вкуса. Вот чтобы этот барьер как-то преодолеть, я постараюсь объяснить, в чем заключается, собственно, разница. Что бы мы ни переводили, как бы мы ни переводили, мы знаем, что реальность имеет очень сложную структуру. Очень сложная, она полифоничная. Поэтому я специально сюда в виде иллюстрации принес вот такой вот интересный текст. Это стихотворение написал бы Алексей Хвостенко. Вы знаете, знаете, это автор текста песни «Над небом был», «Над небом был», «Испорный золотой». Это музыкант, художник, поэт. В общем-то, очень интересная личность, которая вживала. Это стихотворение он читал на квартирнике. Ему подыгрывал Фёдоров и прочее. Ну, кто слышал, кто не слышал. Стивление называется «Дерево в саду». Ну и разбирать стихотворение на одном из уроков, я работаю в должной школе, у меня ребята, для тех, кто не знает. Там получилась такая странная схема в виде квадрата. Сейчас я при вас это сделаю. Ну, это был актрон, я сейчас уже как заготовку покажу. Стивление называется «Дерево в саду». Начинается над такими словами. «Непрочная постройка взгляда, как сочетание слов, далеких по значению, одетая листвой и мыслью сада, стояло дерево». Непрочная постройка взгляда. Ну, поэтический язык, это язык непрямой. Ну, вроде как слова. Непрямой язык. Ну, как в том сихотворении «Мой маленький новец бабочек», да? Вы знаете, как же далеко ты убежал? Ну, кто знает, я не знаю. Акунин приводит это стивление, например. «Мой маленький новец бабочек, как же далеко ты убежал?» Это хоку. Про умершего сына поэтессы. Где ни одно явление, ни один субъект действующий не называется прямым. То есть «Маленький новец бабочек» это ребенок, да? Маленький, занимающийся бесполезным делом. Далеко убежал, значит, умер. Очень далеко убежал. Вот непрямой язык — это самый интересный язык. Это язык искусства. Образно, то есть. Непрочная постройка взгляда. Дерево, которое воспринимается зрительно, которое выглядит как построение нашего взгляда, да? Движение взгляда создаёт какую-то постройку. Здесь речь идёт о первом восприятии. Вот, с люстрацией. То есть зрение — это же глаз. То, что мы видим. Это по поводу перевода реальности. Второе. Как сочетание слов далёких по значению. Сочетание слов — это описание депо. Собственно, словесный язык, да? Переводный язык слов. Это понятно? Слово как подается? Слово. Одетая листвой и мыслью сада. Это ещё одно слово при чём? Мысль. Мысль сада. Ну, помёк на мысль, она к этому ещё возвращается. То есть ещё. Всё время затрудняется рисование мысли. Я нарисовал что-то типа мозга. Это извилины. Это мысль. Мысль, слова и зрительные ощущения, они отличаются друг от друга. Вы можете спорить, просто не спорить. В моей точке это совершенно разные вещи. Теченью, щёлканью и свисту, предоставив обширную усадьбу зимы. Теченью, щёлканью и свисту. Понятно, что это? Четвёртый. Четвёртый отручок. Это звук. Звук в виде... Ох. И вот возникает такой вот магический квадрат. Он собирает эти вот четыре пункта. И дальше Хростенко анализирует. Это из альбома опыт постороннего творческого процесса. То есть человек наблюдая за собственным творческим процессом. Он его анализирует, находясь внутри своей головы. Анализируя ощущения. Октавы голосящих перьев. Голосящие перья. Ну, абсурд. Абсурдный язык это тоже язык. Перья это то, что мы ведём. Голосящие это то, что мы слышим. Проводится связь. Вообще, относимость зрения. Я просто его разбиваю на кусочек. Вы можете сами посмотреть, как он его исполняет. Они его пытаются подыгрывать. Это разображает птиц. Герасима вкроет на каком-то фесофоне. Подчиняли... Да, октавы голосящих перьев подчиняли века рисунку пения. Века рисунку пения. То есть, есть века. Голося. И оно подчиняется рисунку. Опять же, звук. То есть, повторяется. Это же связь. Архитектура щепета на взгляд. Казалось, башней медленного роста травы. Где говорящий сад для дерева был сценой. И артисту рукоплескал хор птичьих голосов. Что было мыслью диковинной. Так, третьим. Включил ее слова. Артисту рукоплескал хор птичьих голосов. А сад для дерева был сценой. Это вот квадрат, который мне помог понять, что такое театр. Я в театр не хожу. Потому что, чтобы его понять, я попытался разобраться как бы вот таким способом. И оказалось, что все довольно просто. Ну, с моей точки зрения. Если я стал в притаке, то, наверное, не было бы воздавнений. То есть, вот это все вместе, оно собирается в середине. И середина, получается, с пересечением этих связей. И связи имеют разный порядок. Допустим, вот это может быть первым восприятием нашим, мысль нашим, да, которая возникает. Мысль возникает при виде, а потом увлекается в слова. А потом мы слышим. И это возвращает нас, хотя и мысли, да, то есть пятый год. Этот процесс, который мы никогда не осознаем, потому что мы мыслим быстро, очень. И нам очень трудно уследить за своими мыслями. Это нужно быть, наверное, гением, чтобы мысли свои контролировать. Или шизофреником. Я не знаю, кто контролирует свои мысли. Мысли разбегаются, они нас не слушают. Они как-то сами по себе этот процесс происходит. Вот. А дальше он просто объясняет, продолжает эти объяснения. И сочетание слов летящей речи, предсказывая с пением речи, невидимых печук. Невидимый акцент на то, что мы слышим, но не видим, да, это воспринимается само по себе, как звук. Пространство свист, объединенный взглядом, скелет растения, где крон и силуэт. В общем, последние слова такие. То свадьба яблока глазного, празднуя с листами. Свадьба яблока глазного. Красиво же сказать, это образно, если это взгляд, в наш надежный. С листом. То слово скрипом, поворачивая к трели. Я трактуру это по-своему. Слово со скрипом, поворачивая к трели. Ведь словом нельзя передать трели. Правильно? Ну, как футуристы использовали звуковой язык, там, вставляя какие-то слуги, повторяя их. Слово скрипом, поворачивая к трели, да? Но все равно трели мы не слышим. Потому что птица поет и так, как человек говорит. То есть скрип стоит напряжение. Слово не может от того всего передать. А дерево, чтобы дерево легло мостом, от взгляда мысли, до зрачка сверили. Взгляд мысли, до зрачка сверили. А все вместе это превращается в слова, да? Которыми написано стихотворение. Вот такой стиль, короткий. Не знаю, Гостенко это не живой классик, хотя он, конечно, известный поэт. Ну, вот пример вам, это не самое главное, это пример того, о чем я просто хочу поговорить. О том, что реальность, она включает очень много компонентов. Это же всего четыре, да, точки. Есть еще пространство, есть движение. Об этом он тоже пишет. И наше восприятие сложное. И перевести вот это все на язык слов. Ну, кто пытался? Джойс пытался, да, например? Кто читал Улиса Джойса? Я знаю четырех человек, которые прочитали Улиса полностью. Пять? Помещательно. Спасибо. Значит, даже знакомый курить бросил, а потом нашли читать Джойса и опять начал. Я сейчас опять пытаюсь, брат, посчитать по сотой странице. Ну, передать словами весь этот комплекс ощущений, да? Но гораздо интереснее, как бы, что дисциплинирует человека, когда он пытается заниматься искусством. Дисциплинирует его ограниченность и его средства. С одной стороны, это плохо. Ну, вот кино самый совершенный язык, да? Как Ленин говорил, из искусств для нас важнейшим является кино. В кино можно ставить, да, и мысль, переданную через звук, через зрительные образы, через слова. Сейчас там ароматы могут какие-то, да, создаваться в кинотеатрах. Есть там 10-е кино, 12-е, 12-е. То есть создать у человека полное ощущение реальности. Но происходит странная такая штука. Мы, когда передаем что-нибудь посредством искусства, мы понимаем ограниченность своих средств. Поэтому, допустим, мы берем вот это вот визуальное, если я рисую, рисую, по крайней мере. И вот это все для меня, ну, мысль может быть имеет значение, но мысль и звуковые образы, если я хочу, и даже сюжет, который можно передать словами, все это превращается в визуальное. Визуальное подчиняется для всего этого. Стало быть, некоторые аспекты звука, там, словесного языка, свои мысли, которые не попадают в этот язык, да, они наторгаются. Я должен отбросить. И возникает такое, как бы, условие договора, просто договор с зрителем, что я не могу все передать. Все. Не могу. Даже если мне очень хочется. Я где-то определение искусства, что искусство – это попытка уходить в мир его целостности. Если я не могу, значит, что это условие или степень условностей возникающего договора с зрителем, это нормальная ситуация, когда реальность в искусстве отражается не вся. А отражается не вся, то это нереально. Почему? Мы это видим. То есть вот вы видите нарисованный импульс. То, что видел человека, рисующий их, ну, или там, рисунки только там, если, да, больше никто не рисует. Современное искусство почти никто не рисует. Искусство, в общем-то, в протяжении почти всей своей истории в искусстве пересовали. Рисование, изображение. Вот речь идет об изображении, было бы в особенности. Степень условности возникла. Чем выше степень условности, тем больше границы между реальностью и искусством. То есть степень условности, когда художник договаривается со зрителем, я не рисую всего, не могу передать всю реальность. То есть ты понимаешь так, что это неживое человек? Зритель говорит, да, я понимаю. Соглашаюсь с этим условием. Но даже из всего, что мы видим, если говорить о том, искусстве все-таки называемого, тоже не все можно передать. Допустим, я хочу нарисовать даже вот эту колонну. И вот, если кто-то это разрисует, можете себе представить, как вы будете рисовать? Как говорят, общая масса. И здесь есть масса вот этих вот всех дырочек, да? А там за этими дырочками есть еще динамик, и он тоже сетчатый какой-то, сложный. Я издалека смотрю, я понимаю, общая масса, тень, свет, примерно. Если я проникаю в общество, в эти дырочки начинаю смотреть внимательно и внимательно, я понимаю, что я просто не могу нарисовать. Ну не могу, физически не могу. Да и незачем, да, как разникает вопрос. А зачем это рисовать полностью все? Ведь есть же степень условности. Но проблема заключается в том, что зритель завершает главную ошибку. Я говорю субъективно. Современное искусство, с моей точки зрения, это такое же документирование реальности, как и реализм русский, известный всем. Потому что документирование там со знаком минус, со знаком плюс, с никаким знаком. Чем меньше степень условности, тем ближе реальность к искусству. Если я хочу нарисовать это подробно, я начинаю, я ставлю перед собой такую задачу, а еще лучше просто фотографировать, например. Это же тоже искусство, тоже с ней фотография. Тогда вот это степень условий становится минимальным. И зритель, как он принимает зритель искусства? Можете со мной спорить? Ну, вы зритель, правильно? В данном случае, если вы спорите на эту стену. Вот по моим наблюдениям и опросам, которые я проводил, зритель воспринимает искусство только в том случае, если он, во-первых, может объяснить его словами, во-первых, сам себе. Язык словом понятен, язык искусства не совсем. И второе, если он может перенести категории реальности на искусство, которое он видит перед собой. Что такое категория реальности? Объемно, похоже, как настоящая, фактура, цвет, ощущения и прочее, прочее. Если это невозможно сделать, зритель не понимает искусство. То есть просто не воспринимает. Условия популярности художественной фотографии сейчас, да? Ну, выходит, допустим, по выставкам, вы видите, что фотография очень часто встречается на выставке. Практически там, через обувь, да? Или каждая выставка фотографии. Здесь тоже есть фотографии. Или фотографии, переработанные в жиропису. Почему? Потому что очень легко, во-первых, объяснить словами, вы видите, что возле каждого проекта висит бумажка, да? В бумажке написано слово. Это ключ словеский. И кроме того, очень легко категории реальности перенести на искусство. Поэтому не всегда понятно, искусство это вообще или нет. То есть может быть, это просто реальность, которую мы видим в другом контексте. Как Шемякин говорит, заходишь в галерею, видишь мусорное ведро. Не поймешь, инсталляция это? Просто мусорное ведро. То есть можно в него кидывать мусор, а мне нельзя. А Шемякин такой, злой, мне он не нравится. Значит, категория реальность. Степень условности, что она дает? Она дает еще одну категорию. Это степень допуска. Вторая очень интересная штука. Степень условности, я вроде сам придумал, степень допуска нам говорила преподавателя по поводу литературы, по поводу Сорокина. Мы суждали Сорокина и о том, что вот эти вот какие-то шуткие вещи, которые все сразу, и неприличные вещи, они у многих читателей откуда говорят. Вот тетя мне говорит, ты читал Сорокина? Я говорю, да. И что, тебе понравилось? Я говорю, ну, нормально. Тогда возьми книжку, я купил, я читать не могу. То есть Сорокина не пропустил, да? То есть читатель не готовый или зритель не готовый. Некоторые вещи просто не может воспринимать. Ну, как это было в самом начале X века даже вот с этими художниками. То есть, например, я привык, что я, приходя на встречу прекрасным, я ходом делал, вот здесь, вместо еще осталось, вот здесь нарисую схему. есть еще одна схема, который третий. Есть художник, есть зритель. Между художником и зрителем должен происходить какой-то диалог. Это условие общения. То, что сказал художник, не обязательно обожаю понять на зрители, правильно? Художник может делать то, что он считает. То, что понял зритель, не обязательно сказал художник. Но это, вообще-то, нормальный жизненный диалог. То есть, один монолог, второй монолог, никто никого не слышит. Но все довольны. Поговорили, разошлись. Каждый остался при своем. Вот здесь возникает произведение искусства, которое является зоной контакта зрителя художника. В этой зоне контакта очень часто зрители художника находили общие моменты. То есть, например, форма подачи искусства совпадала с формой восприятия зрителя. Это что для формы рода? Форма подачи и форма восприятия. Вот, соцреализм, например. Пока. Значит, если зритель не воспринимает искусство, значит, он не делал его совсем, да? То есть, даже вот это эмоциональный стрелочник. Он никак не действует, он никак не реагирует. Вообще не делает. В чем дело? Потому что он до той степени допуска не проходит. Значит, степень условности очень большая. Сейчас покажу пример. Он простой. По поводу степени условности минимальная. Это мой любимый пример. Это такой художник Ян Ман Эйк. Примеры из фрагментов картин. Мадонна Канцера Ролли. Вот эта картина очень небольшого размера. Это 66 тонн на 60 сантиметров. Это эпоха Водрождения Голландии. Ян Дон Эйк, по легенде, это он закрыл масонную краску. Он сам занимался алхимией и дошел до этих выводов, что итальянцы пытались у него этот секрет украсть или выбросить. Вот в этой картине есть некоторые подробности, которые мы все время и люблю показывать. Потому что сам не перестаю удивляться. Видите, что там происходит? Никто уже не видно. Что-то лучше делать. Там со спиной младенца креста есть город и в этом городе ходят люди. Все люди по-разному одеты. Так, есть готический собор, они уходят туда вдаль по улице. То есть они там живут. Они разными делами занимаются. То же самое есть у Петера про Игоря Старшего, если вы видели, Головскую башню. То есть глобальные картины, где не просто реализм, но это не гиперреализм. Это просто, с моей точки зрения, попытка вот эту степень условности преодолеть. Когда художник присутствует до того предела, до которого просто позволяет физически толщина кисти. Не пытаясь вообще упрощать мир. Пытаясь его передать в той сложности, которую иконы воспринимает. И воспринимаем. То есть мы же видим мир. И что-то мы о нем знаем. И что-то мы видели раньше. И у нас есть какой-то зрительный опыт. И мы воспринимаем вот эти вот вещи. И тактильно, и визуально. Каждая жемчужинка на платье Дева Марии, имеющая тень и свет, то есть это маленькие шарики. И мраморный пол, который у него под ногами вот так. Довольно светло, сейчас вот так. Вот эти вот вещи. Не трещины на картине, а именно мраморный пол в рисунке. До степени сложности минимальна, но и очень похожа на реальность. Так, в случае, очень похожа. Но здесь задача не только в отражении реального сусловского. И, в общем-то, эта задача, которая стояла очень долго предыскусством, она была преодолена художниками-импрессионистами, потом вот с них это начинается. То есть революция, не революция, хорошо это или плохо. Хуже стали рисовать художниками или не хуже. Вот эта вот схема помогает мне лично, может, кому пригодится, снять вот эти оценочные категории. То есть ни хорошо, ни плохо. Раньше умели рисовать, Риббин же не умел рисовать, как Ян Манэй. Ему не нужно было. Почему? Потому что степень условности она вот стала расти, расти, расти. По видению фотографий причина основная, многие считают. Фотография эта делает очень мгновенно, без всяких чувств сразу все выводит. А художник, в общем-то, чем он должен теперь заниматься, когда за него разлетает маленькая машина механическая? Он должен заниматься тем, что как раз ему художнику, как художнику, человеку можно. Это его сила по отношению к аппарату, да? Он может заниматься такими вещами. И на степень условности был направлен основной акцент. И она так страшно выросла, и искусство стало совсем не похоже на реальность. Например, есть какие-то переходные моменты. Например, например, с по степень условности. Вы видите, что у нас есть в БК, кто-то из этого еще, 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 определяет на структуру ритмическую, потом будет постепенно исчезает, остается только ритмическая структура. А потом отличается вообще спектрограмму в БК, похожую на скальные царапки. И в конце художника, который сделал страшное отделение с реальностью, взял ее и перевел окончательно. Вот как с этим совсем быть? То есть, как провести эту сцену? Реальность мы всю передать не можем. То, что мы видим, мы передать не можем. То есть, художник чувствует свое бессилие иногда, если задумывается. Степень условности выросла до зрителя невоверной. То есть, им очень трудно попасть в развитие искусства. И в итоге контакта то есть, то нет. Когда понятно, тогда есть. Когда непонятно, тогда нет. Иногда художники специально делают так, чтобы не было контакта. Иногда зрители специально делают так, чтобы художники работали на него. Например, массовая культура, которая требует определенных категорий. И вот эти функции искусства по изображению, по изображению реальности, они очень условные все равно. То есть, слабенько это чувствуется. Как задача основного художника передавать реальность, передавать, вот само слово передать. Что такое вообще искусство? Многие так и говорят. Это способ передачи реальности. Передача на плоскости того, что мы видим в реальности. Перепередача в объеме, из глины, того, что на самом деле тоже объемное, живое, цветное и движущееся. Значит, ситуация сложная. Но схема это рабочая. То есть, вы видите произведение искусства, попробуйте продавиться вот за тем вещами. И вам станет легче, его зрение. То есть, где-то вообще не нужно искать переход. Где-то связь обрывается в том же маку, страх, на искусство. Искусство приобретает собственную реальность и не нуждается в реальности этой. Или берет из этой реальности принципы, которые применяют в абстрактном виде. То есть, не используя сами образы реальности. Вот реализм в этом смысле это попытка преодоления степени условности. но по поводу реализма, в какой-то раз по поводу кино, я небольшой специалист в кино, но представьте себе, что человека снимают целый день с утра до вечера. Такие же проекты тоже есть. Реальный дешевый. Но это же не станет художественным фильмом, или станет. То есть, человек встаешь утром, над ним уже стоит оператор. Или камера не видела, она стоит в разных местах, человека снимают, два часа без монтажа даже. то его нет в комнате, то он проявляется в комнату, что-то делаем. Почему неинтересно? Ну, чего мы хотим в этом смысле? А кто сказал, что неинтересно? Ну, смотря кого снимать, не знаю, или всех не хотят. Классно! У меня? Мне неинтересно. Какой-то оригинальный что-то не было фотографий. Был такой проект, когда то ли 8, то ли 15 минут просто знаменитая личность сидела перед камерой. И видно, что их колбасит. Ну, вот. Ну, Энди Уорхол, когда ты снимал фильм, он снимал на людей, которые спали на куске. Да, ничего не так. Но Энди Уорхол, это же важный момент в развитии искусства. Там они просто сидели и молчали. Смотри, Лешка. Ну, можно молчать, можно вообще ничего не снимать. Какая разница? То есть, если мы видим это в реальности, видим то же самое в зеркале, в зеркале искусства. То есть, что голое искусство, но это моя точка, должна быть какая-то граница. По поводу этой границы я сейчас еще пару слов скажу и, может быть, что я пытаюсь объяснить еще. Функция реальности по отражению мира, она несостоятельна, как мне кажется. потому что отражение, оно не получается. Есть еще одна функция искусства. Это функция объяснения реальности и моделирования реальности. Здесь другой пример. Я буду рисовать мелко. Ну, кто-то от меня это слышал, кто-то это читал. Я повторюсь, потому что для меня это очень большое значение. По поводу объяснения и моделирования. Два слова. Есть такое определение мифа, как образная, картина, мир. Три слова очень важные. Образная, то есть используется язык искусства. Картина и мир. Язык искусства отличается от языка реальности тем, что искусство, главная функция, как описано в учебнике по эстетике, которую я читал. Вообще, я не читал учебников по эстетике, но это об одном. Там большая проблема с красотой в мире. Эти слова опасно определять. Я стараюсь не пользоваться такими категориями, как душа, энергия, красота, гармония. Что нужно все же объяснять. Правильно? Нужно проводить как разграничения. Но понятие, если я использую понятие, я должен знать его значение. Вот эстетическая функция искусства это комплекс неутилитарных отношений человека с миром. Неутилитарных. Это не искусство. Что такое утиритарные отношения? У меня есть хороший пример по поводу бабочки. Примерно это не мой, а воздухомова. Он говорит, поебал он детстве бабочку на даче махаона. Принес своей тете. Тетя взяла эту бабочку, попала и выгодила. Тетя была техническим работником на каком-то секретном заводе. Воспринимала мир иначе. Почему она выкинула бабочку? Я тут детям задаю вопрос, я не всегда могу ответить. В чем причина? В уничтожении бабочки. Бабочка это кто? Для нее вредитель. Для него это не вредитель. Для него это красивое существо. Для нее это вредитель. Почему? Потому что дело было в даче, бабочка получается из гусеницы, гусеницы поедают растения. Логично? Да. Тетя рассудила довольно право. Утилитарно. Два человека смотрят на осенний лес. Один говорит, косметики, отношения цветов. Второй говорит, да, сейчас грибы там собрать, самое время замариновать, а потом зимой вот это дело. То есть ему тоже нравится осенний лес. Совсем с другой точки зрения. С утилитарно. Вот был какой-то период, вот такой вартуальный для меня, для вас тоже экологический, когда объяснение, моделирование реальности было связано и с утилитарными потребностями, но это все происходило на языке, образно. То есть это мифологическая модель мира. И вот эта мифологическая модель мира, которая сейчас, наверное, работает совсем, это вот вертикаль, ценночная, где есть мир людей. И между двумя мирами, которые имеют как раз положительную негативную, то есть мир небесный и мир подземный, существует мир человеческий. Здесь язык образно и эстетический, да, эстетика вот этого мира. В чем заключается в том случае эстетика, что на человека лежит какая-то ответственность перед миром, он пытается гармонизировать халус. Вот мир, в котором мы находимся, если мы смотрим, да, это какая-то цветовая, тональная, информационная каша. То есть каша, в которой мы будем варимся. То есть мы тоже часть каши, ложечка каши, одна. И в этой каше мы варимся, и наша задача на каком-то уровне, хотя бы гармонизированной частью этой каши, чтобы в ней было комфортно находиться. У человека есть такая скорость гармонизации. Почему человек созвездия видит в мире? Звезды на разном расстоянии, да, это положено, как бы хаотическое. Мы все равно проводим между ними такие вот связки, находя какие-то формы, потому что даже маленький ребенок раскладывает что? Рядами. Это гармонизация хорошая, эстетическая функция. Но это же и этическая функция. Когда есть добро и зло, и они в этом пространстве мира располагаются. И мировое древо, которое возникает в этой ске, где есть донарная оппозиция, в корнееве стола, и мир, который строится в этом мировом древе, в категории мира. Ну, может быть, знаете, есть мифологические слова, это в том, что мифонородов мира, там это все написано. Я объясняю, что это, какое для меня это имеет значение. Есть еще постов, запад, есть вверх-вниз, мир богов, мир подземных, это загнанные существа хаоса. Есть движение солнца в кругу, бесконечное движение времени, это утро, день, вечер, ночь, это весна, где-то осень, зима, это детство, молодость, среди старость, смерть. Вот, все непрерывно движется по кругу. То есть пространство и время, они объединяются, в общем-то, простым символом, вес в кругу. Или это свастика, ну, то же самое же, то есть разорвать круг, после чего-то стреляет. Или в другую сторону. Ну, не важно. Движение. Движение по кругу. То есть пространство, это вот эти вот координаты, Декартовая система координат, где тоже налево минус, 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 здесь заходит Солнце, здесь живут души умерших, эпоги хаоса, этнические божества. А здесь Восток, здесь мир погод, отсюда идет добро, свет, и пинарная позиция. И посредине находится человек, который между всем этим существует. И этих моделей мирового древа, их на самом деле очень много, что у меня здесь есть, чем-то будет идти. в разных вариантах, в разных народах, то есть какая-то универсальная. Вот, древо мировое. Это украинское. Роспис сундука. Видите, драготрия? Здесь есть симметрия, есть равновесие, есть животные, мир человеческий. Наверху птицы, унесу корни под земля. Это композиция искусства, что помогает. Искусство помогает понять, то есть объяснить. Или с моделью. Вот, в этой модели есть утилиетарная функция, помогает она ориентироваться. Скажем, допустим, на мир это не похоже. Мир это такая каша. Вы заходите в интернет, вы не видите там системы, какой-то асимметрии, да? Там хаос. Мы должны в нем найти какой-то критерий отбора, идем начать двигаться, и тогда мы какую-то часть хаоса можем себе представить ограниченный объем, имеющий какую-то приблизительную форму. А так мы этого всего не чувствуем. Дальше. Рисунок на шаманском языке. Опять симметрия, Солнце, солярные символы, какие-то движения. Мир представляется как-то определенным. Допустим, человеку могло быть легче жить в такой модели мира, понятнее не было возможно. И подумайте, функция искусства в этой ситуации не иллюстрация мира, а попытка понять его, его целостности охватить. Искусство не авторское, но не субъективное. Кто-то делил искусство на традиционное, а субъективное. Интересное деление. Традиционное искусство, где задачи очень такие серьезные, большие, а авторское искусство субъективное, которое на личности зацеплено, это искусство, где художник пытается вырвать кусочек этого мира и высадать из него целую концепцию творчества. Допустим, просто констатировать факты. Ведь срисовывая мир, поворачивая просто колоду вот так, меняя холсты на мольберте, сколько нужно всего нарисовать, чтобы весь мир нарисовал. А вот можно весь мир нарисовать символ. Отличается, конечно, форма искусства, в том и в другом случае. Ведь изображение, как отражение, не подходит, правильно? Для того, чтобы передать весь мир целиком. Подходит язык символов, язык знаков, потому что он абстракт. Мы при этом более высокий уровень не шли. Я уверен, что до сих пор многие люди считают, что древнее искусство хуже, чем современное. Качество ниже, не умели рисовать, примитивно. То, что для них имело смысл. Вавилонские религиозы, где тоже есть два небесных символа, крылатых божества, которые там обхаживают миром в Адре. Ну и многих вариантов. Вот еще Вавилон, вот украинская мошеванка, где есть птицы и дерево. То есть четкая структура мира. Птицы наверху. Внизу, как положено на змеи, да? Здесь день, свет. Здесь ночь. Здесь огонь. Здесь вода. И так далее. Что с этим совсем делал? В искусстве. В искусстве это все превращается в символ, это помогает человеку сориентироваться. Потому что у него есть какой-то мир. Вот этот вот. Он ограничен пределами, допустим, цивилизации, да? Это культуры, которую он гармонизировал, преодолел хороу. Вокруг него находится огромный непознаваемый мир. Этот мир очень трудно объяснить с научной точки зрения. На самом деле, научная точка зрения не очень помогает объяснить мир. То есть она может помогать объяснить, но легче этого жить не становится. Здесь не становится. Теряет энергию. То есть все, что приходит, допустим, злое, оно все-таки приходит из-за пределов этого мира. Если вы видели в чем, наверное, Бога сошлась с ума. Про бутылку Боя-Колы, которая попала в племя гушмена. И гушмен, который носил эту бутылку за пределы мира. То есть она не попадает в эту гармонию, она сейчас должна быть удалена. Это фильм-то сказочный, конечно, но хороший, добрый. То есть бутылка попала, бутылка попала. Добро приходит отсюда, зло приходит, допустим, откуда-то, с севера, с запада. И человек, который понимает, что такое преодоление границ, что такое добро, что такое зло, он понимает это пространственно. Он понимает это визуально. Вот астекский рисунок, вот модель мирового тревога в иконописи, где есть Христос 12-го, 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 3-й. Есть вот китайская икона, есть опять же шаманский рисунок, где птицы несут этот символ, который я рисовал. То есть какая-то универсальная. Вот на этом уровне люди, в общем-то, ориентировались, наверное. Вот эта вот модель, которая не помогает сейчас жить, которая научно просто отвергается, она, наверное, правильно держится, совсем вот так. Вот модель эстетическая. Она же тогда была ухилитарна. То есть человек жил в мире, который понимал вот так, ну, мировое требование, мировая гора. и движение, которое совершалось в этом пространстве, ему было тоже понятно. Понятно было символически, но это его, допустим, успокаивало. Числовая символика, это все же. Геометрия, это все же. Есть еще один пример хороший, по поводу «Ежика в тумане». Более любимый. Знаете этот мультик? Да. «Ежик в тумане» мультик, который признанным лучшим мультиком всех трековных народов, снял его «Анштейн». И обычно, когда вот детям говорят, что они все смеются. У меня специальная история, для того, чтобы люди не смеются над этим мультиком. Мультик о чем? Мультик пошел к своему другу. 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 Так он точно считает звезды. Считает звезды. Что он не узнал, с кем он встречался. Ну, извините, если кто-то слышал, я еще раз расскажу. У меня был друг. Бывали его Леха. И однажды с ним Леха, сидя на него дома, мы начали анализировать этот звук. Мы сначала посмотрели, а потом минут за 10-15 разобрали. Как нам показалось правильным. С тех пор я этой моделью пользуюсь и немножко обогатилась. По поводу объяснения. Вот эта вся система, она перестала работать в реальности внешне. Но по поводу отражения реальности есть еще реальность внутренняя, в которой мы живем постоянно, точнее, которая в нас живет постоянно. Реальность внешняя, от внутренней тоже отличается. Потому что мы, допустим, спим, да? И во сне мы видим то, что не видим в реальности. Мы думаем, понимаем, что поток наших мыслей тоже отличается. Потому что мы видим перед собой одно, думаем на другое. Параллельная какая-то реальность. Не говоря уже подсознаниями, и прочее, прочее, прочее. И вот эта структура трехчастная, она же перешла во фрейтизм, ведь эго, супер, и тёмного начала нет. Но тут вот трехчастная, в принципе, это не те же строения мира и строения личности. В этой личности тоже происходит определенное путешествие. Художник в этом мире — это своеобразное путешествие снизу вверх. Это все предисловие Григофтинга. То есть есть мир вот этот, в котором есть стихия огня и воздуха. Есть мир этот, где есть вода и земля, нижний мир. Допустим, в этой мифологической модели чем занимается кузнец или гончар? Он берет кусок глины, да, земля, размачивает его водой, если гончарили, придаёт ему форму. Что значит форма? Форма — это что-то организованное. То есть так глина формы не имеет, а так он и продаёт ей форму. Какую форму? Круглую, да? Круглая керамека была гончарната. Продает круглую форму, потом он её высушивает на воздухе и обжигает керамеку. А потом он задаёт ей какой-то рисунок, как бы паспорт вещи. Этот паспорт вещи, это орнамент, то есть символизирующий вот это бесконечное повторение, продаёт этот окончательный порядок, видишь, становится частью вот этого мира, попадая сюда. Пусть мне сделает то же самое, только с куском земли под названием груда. Он его обжигает в огне, плавит, огонь питается воздухом, потом он его обжигает, ну, закаляет, да, в воде, в огне, в воде, в огне, продаёт ему форму, и тоже вещи приобретают значение вот этого мира. То же самое происходит в личности человека, это внутреннее путешествие. То есть художник организует стихи, ну, круто, да, если одной из вас знакомой девушки, которая керамикой занимала, эту историю рассказала, она очень не обрадовалась, я думал, просто игрушки люблю, но на самом деле организует хаос. И художник чувствует какую-то ответственность при работе за стихи. Если поэт, то он забирает хаос слов из этой системы, организует их ритмически. Услова-то тоже кашлят, да, а он их как-то упорядочивает, устраивает, дышит их. Но и внутри происходят интересные процессы, связанные вот с этим вещами. Теперь возвращать к ежику в тумане. Ежик в тумане структура мультикви именно такая. Это враг, разрезим. Ежик в тумане, сначала был в тумане, есть домик ежика, домик на джинс. Помните, ежик шёл куда? Проблема была в том, что так он, как жёнка, даже виден и слышал, а спускаясь вниз, он его не видел, только слышал. Ежик ел, медвежонка. Он шёл, чтобы считать звёздами. Для того, чтобы прийти к медвежонку, он должен был опуститься вниз. Вот это мультик, что мы помним тогда, когда этот мультик прокрутил ровно до середины, и там был кадр, где ежик стряхнул дерево. Ну, можете проверить сами. Чётко посреди, вот здесь растёт дерево. Он спалит на него снегом. До этого встречает сову, до этого встречает лошадь. Ну, сова, это ночь. Ночь, это что дает на судьбу. Туман тоже падает на стороннюю воздуху, да? То есть, тоже нижняя стихия, из-за этого нижнего воздуха. И она заполоняет этот доброк. Но ничего не... Она мешает ему видеть. Но так же и в жизни, правильно? То есть, вы видите цель напрямую, понимая, что спуститься в ней, нужно пройти. Это ощущение было в городе Болтаву. Там есть мотровая площадка, такая скалонная красивая. Она стояла, там далеко-далеко, на самом деле недалеко, монастырь какой-то на Корине. И там нет... Ну, я не помню, как он выглядел даже. Я запомнил то, что я подумал в этот момент. Таких интересных, например, материалистов, как у нас есть. Вот я смотрю на этот собор, понимаю, что идти до него недалеко, если по прямой. По прямой нельзя, потому что там провал, и там какие-то дачи, лес. То есть, если я спущусь, я просто не найду дороги до него. Да, я не доберусь. Понимаете вы, да? То есть, принцип движения. Он отпускается, он встречает то, что ему мешает двигаться. Есть тут колодец на пути. Колодец он заглядывает и видит что? Он видит воду внизу. Вода, указание, что он несет. То есть, все его предуправляют сюда. И уже попадают во враждебное ему, в котором он теряет ориентины. Единственное, что связывает его с рубежонком, это, во-первых, звук, во-вторых, голос его рубежонка, во-вторых, то, что он ему несет. А что он ему несет? Понимаете? Банкосварение. Банкосварение. Ну там, материальные привязанности. Допустим, у Банкосварения, это его проводник, медвежонку, потому что это и есть цель. Цель вот эта, которую он носит внутри себя. Так вот, глубоко. По поводу лошади, у нас был спор с Велхой. С интерпретатом этого мультика. Что такое лошадь? Лошадь, белая лошадь, похоже на какой-то женский архитект, женский символ, то есть любовь, например. Но пока лошадь нет. Лошадь у него остается в голове, и тут получает какой-то странный опыт. Он видит опасность, он видит любовь. Он спускается дальше, и дальше происходит страшное событие. Он возле дерева там бродит и теряет ориентир. То есть теряет узелочек. Варенье. Дальше начинает метаться красиво, так под мужем. Туда-сюда. И ему приносит узелок собак. Помните? С паниликом. Который он так страшно одевает, сухо-зубаста, и убегает. Собака, она к ежику имеет отношение неопосредованно. То есть она его, собака, другу, да, то есть у него собака, это друг. Собака, это же проводник подземного мира, очень часто. на граберах дырова, если видим символ собаки, он часто встречается. Помощник вот в этом мире, который приносит ему узелок потерянный, он начинает двигаться дальше. А дальше помните, что-то почти представлено. Рыба была. Рыба была. Ежик упал в репу. Он говорит, я ежик, я упал в репу. То есть это до ночь собрался. Появилась рыба. Которая вас спасает? Садитесь ко мне на спину, неслышно сказал кто-то. Кто может неслышно сказать? Кто вообще может неслышно говорить? И кого может символизировать рыба? Знаете, это символ? Кто его спасает? Ну, это древний христианский символ, Иптиус. Кто является превертурой? Я никак не могу запомнить все слова. Иисус Христос. Спаситель. Ну да, да. Спаситель, в общем, их терпит. Прикатур. Тайный знак. Которая его подвозит, да, дальше. Подвозит, по сути, выше. Поднимает его выше. Он доходит до медвежонка, и там у медвежонка. Что происходит? Медвежонок суетится. Медвежонок и ежик очень не похожи друг на друга. Медвежонок суетится, бегает туда-сюда, туда-сюда, говорит, я там в креслах, как-нибудь подотри, ну, я там. Вот об этом мы с Лёхой, кстати, не говорили, когда мы проводили эту монтику. Это уже потом само пришло. По поводу шаманского путешествия. Ну, шаман имел, там, так все, два бобна. Бобен верхнего мир, бобен нижнего. Функция шамана заключалась в том, что он имел возможность путешествовать и добывать что-то для общества, для той племени для своего, верхнего мира и нижнего мира. Допустим, он попадает в транс, он находится вот здесь, в священном месте, в центре, в этом, в средокресте. Случит бобен, попадает, тем самым, в состояние определенное, и дух помощник, например, в вор, подвозит его в верхний мир. В верхний мир он встречается с духами верхнего мира и просит у них, чего там, молений можно попросить, да? Моряк 9-шим Банжио. Побольше оленей, оленей дохнут, побольше оленей нужно. И вот он берет этих оленей и приемстит обратно. Или отпускается в нижний мир и просит там вернуть душу умирающего человека. Допустим, там он едет на собаке и на водке нижнего. Ну, напомню, он тоже дух помощник. И там он добывает эту душу и возвращается обратно. Это сюжет литературного произведения основных, знаете, героев, он что-то похищает, побеждает главного плохого и забирает то, что у него похитили. Допустим, точно может стоить Герон Хармантес. Что у него в центре. То есть путешествует туда-сюда. Но пока он путешествует, он же находится все равно, допустим, в этой юрте или возле священного дерева, которое является символюционным центром. как остальные узнают о том, что он делал. Он им рассказывает, показывает, или все сразу же. Это синкретизм искусства. Что он делает? Он им показывает, рассказывает, поет. Потом институты становятся сакральными и превращаются в эрбас, в путешествия героя. То есть он занимается искусством, по сути, для того, чтобы ввести вот этих людей в нужное состояние. Они не являются пассивными воспринимателями. Они очень даже активны. Они выполняют очень важную часть этой функции. Они им помогают. Они могут им подпевать, они могут им играть на музыкальных инструментах, помогают им в этом состоянии находиться как можно дольше, подпитывают его той же энергией. То есть люди, которые участвуют в этом процессе, не просто зрители. Искусство, которое является не просто искусством, а магией, то есть имеющее конкретное воздействие, конкретный результат, причем очень полезный результат, он для общества. И дальше он возвращается и тем самым помогает в форму. Пока тело в шатре, в душа его, где-то находится в путешествии. У нас сюда и театр, и литература, музыка. И вот медвежонок, он, если он нормальный описывал, он такой бухлый, очень активный и занимается тем, что предвечивает комфорт. То есть он ставит самула, ставит кресло к огню, он ждет варенье, там оживеловые веточки, он все время говорит об этих вещах. А ежик такой грустный, печальный и поэтически настроенный. Знаете, очень много мифов, где герой спускается в подземный мир, иногда это плавит, например, Один или Орофей. поэт получает духовный опыт странный. Отсюда ранее смерть поэта частого контакта подземного мира, миром, хаосом. И вот он возвращается, по сути того, возвращается, то есть он сверху отпускается и вверх уходит, как и делают из Альпы. Из Альпы в рукописях называл Мышкина «Князь Христос». Вот эта модель спуска сверху и поднятия наверх означает примерно то же самое. Значит, вот он поднимает, впускается и поднимается. И вывод такой, что медвежон обеспечивает то, что связано с комфортом тела, правильно? Ежик получает то, что не тело, то, что путешествует. Двежонок статичен, ежик генапичен. Двежонок тела, ежик душа. Это пример того, как можно. Как вы считаете, что вы пишете о здоровом материале, тоже важно такое естественное смысле? Я почти уверен, что да. А, ну, как я столько, чтобы все вы думаете, мне кажется, что просто силу и примитивность с его историей, он умеет глупо наоборот очень просто интерпретировать как угодно в силу интеллектуальной экранности человека, который это занимается. А, это комплимент нам с Люхой, да? Ну, любой человек, который в той ситуации интерпретирует и обоснует свою комплиментацию, может как-то претендовать на логическое объяснение этого пути. Да, конечно. Но с другой стороны дисплея можно... Какого смысла мне показалось? Чем проще... Вот чем проще, тем больше комплиментов искать смысл. Вы сегодня говорили об руководном кино, которое я не смотрел, но к поводу сложных вещей ни о чем. И простых вещей ни о чем-то. Есть примеры таких простых и одновременно глубоких вещей. То есть если простое произведение искусства кажется простым, вот это обычно обманчивые какие-то вещи. Тем более, что оно же проходит какой-то отсек, да? То есть дело очень серьезный человек. Ну, Юрий Наштепн. Посмотрите другие его работы, вы увидите, что просто так ничего не делают. Кроме того, он написал эту сказку Сергей Козлов, который тоже сказки писал непростые, они не такие же детские, как кажется. Ну, в мультиках, есть просто еще серия мультиков про ежика, медвежонка и зайчонка, знаете, облака белокрылые лошадки. Это тоже Сергей Козлов написал. Но мультики отличают очень сильно. И сказка «Ежик в томании» отличается от мультика «Ежик в томании». То есть сказать, смысл очень интересный, конечно. Есть еще пример такого маленького глубокого текста, допустим, маленький принц и суперюль. Где тоже все символы, да, и ничего поверхностного там нет. Конечно, можно и так говорить, что в силу интеллектуальной развитости, меня и Лехи, вы могли найти там такие смыслы, которых нет. Или можно было найти что-нибудь еще, да? Что такое символ? Это то, что один человек вложил, а потом убедил всех остальных, потому что то, что он вложил, есть. Есть еще теория объединенной? это символ, всегда продукт общественной договоренности. Да, согласен. Почитаете Юнга, например, или просто что-нибудь теория просто важно еще провести параллели. Если вы вернете листик назад на секунду, там у вас был договоренность между художником и зрителем. Здесь между произведением искусства важно еще пустить стрелку от зрителя к нему, потому что в любом случае восприятие зрителя это есть построение какого-то не скажу архетипа, это есть построение проекции на себя данного произведения искусства. Здесь еще есть одна штука, я вам сейчас скажу, по поводу степени, 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 это математические понятия, степени еще есть. Работа с символами и архетипами это когда художник закидывает такую широкую сеть, которую может понимать очень многим. Если он закидывает сетку, которая только о себе, я рисую как мне лох. Это подростковый эксклюзивный окно, дождь, слезы, и там девочка сидит на подоконнике режет себе ледом. Вот такой суперрисунок. Очень популярный сюжет в современном москве. Только о себе. Это поймает только таких же, попадется тот же резонанс с тем же самым состоянием. Оно, допустим, популярно, распространено, но когда идет речь о символах, такой степени обобщения. Ведь это вещь универсальная, понимаете? Но символ. То есть это действительно договоренность, это конденсат общественного какого-то сознания или там коллективного бессознания. Когда-то он не был договоренностью. Когда-то он не был договоренностью, кто-то первым вел этот символ, с которым всем согласились. Ну я не знаю, по-моему, в истории нет такого. Обстрах. Посмотрите, в конкретный момент. Вот вот я привел вам такую я вам привел такую схему. Нет, государством давайте не будем. Это символ, я читал по символу, символ отменять езотичность. Когда было две половинки, и люди встречались, как бы совещали, это был символ принадлежности к тайному знанию, конкретно. Давайте попроще сейчас разговор поднимем. Тут есть хороший пример. Это символ. Я сейчас простой пример приведу. Вот вы прослушали нашу интерпретацию мультфильма. Вы с ней не согласны? Как человек исправил свое личное мнение и обосновал свое личное мнение? Если у вас получилось убедить кого-то, значит, для кого-то еще это мнение стало истинным и обоснованным. Я сейчас не о том говорю. Тут получается двухсторонняя, как монетка. Вот вы говорите, автор фильма вкладывал эту идею, а я вам отвечу. Вы взяли готовый шаблон, наложили, сошлось с ним. Может такое быть? Может. И только на уровне договоренности можно поставить, определить, да? Это изначально было вложено или потом поверено, как эталонным метром. И вот здесь уже договоренности вступают. Силь. Ну да. Можно даже позвонить на Штейнер. Умер еще какой-то. Можно позвонить и спросить, ты вкладывал или так сложилось, что оно попало под? Ну да. Ты говорила, что у вас есть? Нет. А как вам объяснить? Есть все проблемы? Смотрите. Я позволю себе вклиниться. С чего начались символы? Да, говорим о себе о трактовке. На скайных рисунках, да? С символических знаков на камне, на куске коры, как объект передачи информации. Мы можем это взять. Изображение, да? Условно голову вот так. Некий символ, который передавался, отдавал хобби к другому, как знак того, что там добыча. Да? Сгонцов. Символ. Символ. Все договорились воспринимать это изображение, как носитель информации от символов. Вот можно даже отсюда строить цепочку. Точно так же я сейчас могу изобразить некий символ, все его узнают. Да? Мы здесь, в любой другой стране мира, этот символ трактуется однозначно. Почему? Все договорились, что этот символ означает совершенно конкретную вещь. И вот исходя из того, что вы сейчас услышали, можно, на мой взгляд, сделать вывод. Что на сегодня реальность можно одним из терминов обозначить, как символическая реальность, построенная на символах. И символы эти, договорные, дорожные знаки, которые уже упоминались, это договорные символы во всех странах мира имеют одно и то же значение. Интересно ведь наблюдать не те символы, которые уже давно развиты. Интересно видеть символы, которые имеют семизначные значения. Так вот, как мы к этому пришли. Смотрите, есть договорные символы, а есть новые символы. И у них есть тенденция стать таким образом. И у них есть тенденция стать таким образом. Интересно, что основной из знака символ является домов. Какие четыре могут быть мало, если уже символы имеют несколько значений. И в результате имеют значение, которое, особенно, вы не должны знать. Хорошо. Нужно просто ставить хамейки в руку, ставить крупный стол. Если символы имеют значения выше, то мы приходим к этому вопросу. Давайте, Фарус Попробуй. Перерыв? Во-первых, перерыв. То есть, вот эту дискуссию можно принести наперекур. Это раз. Второе. Если осенью у нас получится, то мы разговор продолжим более конкретно. Например, поскольку я сейчас говорю об экстрактных вещах. У меня есть такой способ говорения, я сейчас просто объясню. Я объективным быть не могу, поскольку я занимаюсь двумя вещами. Я, во-первых, говорю об экстрактных вещах. Во-вторых, я пытаюсь им заниматься. То есть, я ещё и художник. Наверное, всё-таки ещё и говорю. Так вообще я художник. А второй момент, что объективно раз не получается, приходится говорить субъективно, но очень абстрактно. И то, что я придумываю из себя какие-то абстрактные схемы, такие вот общие-общие, без конкретики, без привязки, они очень часто подходят к тому, что я наблюдаю ухажающую реальность. По поводу договора там и так далее. Вот если я ещё прерывал, предложил одну модель. Сегодня я вам просто показываю стиль и формат того рассуждения, которым я пользуюсь. Понимаете? Ну, метод не метод, это, скажем, скорее формат. А то, что я это буду применять в дальнейшем, если мы встретимся осенью, в 2-3 лет, если мы продолжаться, вы просто увидите эти модели, как они действуют на самом деле. Это пример интерпретации мультика при помощи мифологической схемы. Проведение мифологии, которая из внешней реальности исчезла, перешла на внутреннюю. То, что символы договорные, вот эта степень отключённости, когда художник владеет языком универсальным, он не словесный. Символы, они гораздо шире, чем просто нарисованное что-то. И реализм, и символизм. Ну, символизм это не как стиль, а как владение символом, язык символов. Реализм это изображение, а символы это квинтэссенция смысловая, выраженная как бы в пластическом каком-то элементе. То есть тот же ёжик или тот же медвежонок. Это не ёжик и не медвежонок. И когда вы принимаете произведения искусства, я их ещё называю абсолютно эти произведения искусства, нельзя принимать их поверхностно, потому что эти образы, они имеют разный уровень понимания. Для детей это ёжик, значит, что дети не любят мультики «Ёжик в тумане». Не любят, он им не нравится, он не детский. Это раз. Второе. Символ, выраженный пластическим, он имеет очень примитивную форму, потому что для символа все вот эти вот декоративные элементы, они не нужны. То есть здесь ни одного символа нет, например, на стене. Здесь есть лица. Это изображение. С большей или меньшей степенью условности. Есть не похожие, есть не похожие, одного я даже узнал. Есть вещи, которые вообще вот в эту схему, скажем так, не выяснили. Эта схема работает, как искусство, являющееся отражением реальность, а это совсем другой точный зрения, моделирование и объяснение. Объяснение на таком языке, которое на самом деле понятен всем, но к нему не применимы некоторые ваши шаблоны, да? Я сейчас после прерыва, я еще кое-что расскажу, может поймете, о чем я хочу сказать. Я предлагаю просто вот такие вот модельки, понимаете? Может они вам пригодятся. Может быть летом вы их где-нибудь примените. Давайте, минут дизель, да? Или вызвать мысль, или вызвать какой-то поток слов, вот. И все это я делаю, ну, началось все как с недовольства реализмом и непонимания, почему продолжение реальности может вообще являться искусством. То есть, если, допустим, я вам покажу картину, вот такую вот картину в стиле реализма, вот того настоящего реализма, который не русский, а французский, то есть английский, это Джон Констебл, но и потом в следствии французский. То есть стиль реализма как объективное отражение действительности. Здесь нет символической реальности, здесь есть реальность внешняя, которую мы видим, воспринимаем. И здесь степень условности довольно небольшая, потому что вы все узнаете, и, в принципе, можно это все перевести в слова. Что меня еще злит? Это описание, допустим, сочинений в школе по картинам художника. Попытка перевести визуальный язык на язык словесный. Вот здесь очень трудно, потому что какие картины выбираются от интерпретации, это, наверное, разные. Картины, которые действительно можно объяснить. И разговор об образе я начал представить дальше, я сегодня не хочу эту тему цеплять, что такой образ по поводу картины Васнецова, «Три богатыря» и картины Врубеля «Богатырь». Я их обычно сравниваю. Кто-то знает, что у Васнецова нет образов, но у него есть точное изображение русского богатыря. Кольчуга как настоящий, щит как настоящий, вооружение, ну вот это музейные экспонаты, нарисованные маслом на холсте. Долго и тщательно. У Врубеля достоверность та же самая остается, на самом деле. Но он перерабатывает это так, что богатырь становится образом. То есть художественный образ, то, что мы ощущаем, ну и чем шире образ, тем он ближе к понятию символов. Тогда вот эти изобразительные аспекты перестают иметь значение. А изобразительность может подменять символичность. Если я, допустим, владею хорошо техникой рисования, это всем не значит, что я работаю с миром символом, и что я вообще вкладываю какой-то смысл в то, что рисую. То есть Вы можете рисовать вот так, Вы можете рисовать еще лучше. Почему я люблю возрождение? Потому что пахло возрождение, вот это вот мастерство рисования и изображения, оно подкреплялось еще глубоким внутренним содержанием. Потом искусство, как известно, разделяется. Есть вообще-то понятие формализма, когда художник занимается только работой с формой красивой, например, создание красивой фактуры на картине, да? Цветовой. Это офисные картины, маслом большим, на холсте. Красивая, приятная фактура, да? Неровная поверхность, процарапанная мастихином. Использование золотой краски, золотой фольги. Это декоративный элемент. Вот можно еще круче выходить из ситуации. По поводу современного искусства, я хочу сейчас еще две модели предложить. по поводу пустоты. То есть я думал говорить последовательно, но получается, что я говорю обо всем сразу. Ну, это хорошо. В любви мы все это нарисуем. Еще одна схема, тоже вовку пригодится. Возывается эта схема на любой объект. Это было связано с интерпретацией картины, картины Дюша, картин, даже не картин, с объектом Дюшана или Песуара. Наверное, все знают, да, что Мазмурсет Бюшан, художник-сюреалист, дадеист, вначале футурист, выставил в галереи сушилку для бутылок, велосипедное колесо в разное время и Песуар. Вот эти вот объекты стали вроде как началом концептуального искусства. И в нашей стране, в нашей ментальности, как сказать, вот эти объекты, когда они появляются, «рэдимэйт» так называются, то есть готовая, да, готовая вещь, становящаяся объектом искусства. То есть вот объект реальности, это даже не изображение. Объект из реальности переносится в искусство без изменений. Ну, например, Дюшан дописал на Песуаре, ну, в принципе, тот же Песуар распался. Все видели Песуар, допустим, человек зашел перед посещением в галереи мужской туалет, вышел и видит то же самое, что в мужском туалете. То есть у вас это вызывает или не вызывает? Или все уже как бы с этим фактом смирились? Ну, это нормальная история, любые палки, одно это было. Люди, воспитанные соцреализмом и просто реализуем сочинениями в школах по картинам художников, воспринимать это искусство, допустим, как единственное данное, не зная там явления нон-конформизма в Советском Союзе. И современные художники, которые что-то делают, они, допустим, посещают культурные мероприятия, галереи, маэстро, в музеи, и в маэстро, допустим, не попадают, допустим, для современных художников, они там не так часто бывают. И потом сталкиваются... А, Юрьминов центр открылся. Они туда идут. Они, считая себя культурными людьми, пытаются идти, опять же, встречу с прекрасным. Здесь они не видят того, к чему они привыкли. Вот здесь речь идет об этом, как он нулевого объекта. Я об этом начал говорить. Художник, зритель, искусство, как посредник в общении. И вот это взаимодействие. Кандинский считал, что он был... Вы знаете, Кандинский? Кандинский художник-абстракционист, ну вот сильное влияние вот этого символизма, этого ютивизма, то, о чем он говорил. О том, что эмоция души художника посредством органов чувств превращается в произведение искусства, воздействуя на органы чувств зрителя, вызывая эмоцию души зрителя. Очень красиво звучит. Но оно в этом случае не работает. То есть человек говорит, я видел картины, я видел много картин, и они мне нравились, они вызывали у меня приятные эмоции души, или вибрации души, или просто приятные душевные ощущения. Но когда я пришел сюда... Ведь мы находимся здесь, да? То есть вы видите, что здесь очень мало консового. Вот такой факт. Современное искусство. Контемпоральный арт. Вы можете ответить на вопрос, что такое современное искусство? Конкретное? Без последствия. Без последствий. Без последствий, да? Наталья Наклеевна ответила. А вы? Без последствий. Ну это тоже в этом варианте, да? Искусство. Без ответственности, без последствий, без границ. Вот когда зритель не видит здесь произведение искусства, а видит нулевой объект, как я называю Бесуар-Бюшана, но любой объект чем отличается? У него нет контакта с художником. Художник его не делает. То есть нет работы художника в объекте, и объект не действует эстетически на зрителя. То есть он видит утилитарный объект, который находится здесь, да? Здесь и сейчас. Нет контакта с зрителем. И возникает вот эта вот пустота, зазор. И в нашей стране эволюционно этот эволюционный бюджет странный, когда действительно вот человек видит Васильцова, человек видит Репина и Шишкина, их знают все. И еще знают да Винчи и Иван Гога. Почему? Ну художник расстроченный, да? В кого не спроси. Все знают да Винчи и Иван Гога. А тут вот пустота, она возникает, приконтактоваться с этим. Чем ее запомнить? И вот эта пустота заполняется интерпретацией. В том случае, когда сам объект за себя не говорит. То есть он нуждается в каком-то тексте, в каком-то комментарии, в каком-то ключе. Если этого нет, да? Тогда вот этот барьер вообще очень трудно перейти. То есть каждый остается опять же присвоен. Но язык символов, он этому искусству не присущ. То есть это символы, может быть, современные, но они не такие глубокие. Здесь скорее вещь это провокация. И что здесь важнее подача и интерпретация. А очень часто имеет значение скандал, пиар, то есть рекламная технология здесь действует сильнее, чем технологии какие-то мифические, там, мистические, творческие и прочее. Вот, а если это так, тогда, может быть, не стоит, во-первых, так к этому серьезно относиться. Но, опять же, оценочная категория, там, хорошо или плохо, здесь тоже не работает. Потому что это, опять же, факт состоявшийся. В маме не осталось бы. Я хотел другое еще поговорить. Вот есть пусточек на стене. Пусточек на стене? Пусточек на стене? Это вот моя любимая модель, которую я точно рассказываю. Она наделась как-то спонтанно. И я даже сделал ее макет. Сейчас я гляну, на этой флешке он или нет. Называется она «Пятнашка». И, кто знает, кто не знает, есть такая детская игра. И в этой детской игре смысл заключается в том, чтобы расставить объекты в необходимом порядке. Там номера одного до 15. И есть простая клеточка для того, чтобы эти клеточки передвигались. Вот это условие тоже. Вот оно в моем выполнении. Это такой деревянный стол. Это ИСУ. Фотография сухой муниципальной деревьей. Качественная и некачественная, то есть не принципная. Мы видим аналоги. Полуобъемные. Это деревяшки, потрашенные амали. Потому что они становятся как пластмассовые, как грушечные. Потому что это же игра. Игру нужно делать почетнее. Играть нужно честно. Вот в чем заключается игра. Игра меня очень волновала, когда я придумывал эти элементы, когда я придумывал ее в принципе. И когда я стал ее пользоваться в работе с этими темами. Вот эти вот мои абстрактные схемы. Я попытался написать их даже на отдельных гусках бумаги, чтобы можно было их перетасовывать и получать разные комбинации. Линейности нету, короче говоря. Вот символы. Символы. Они уничтожают последовательность. То есть если вот раз, два, три, четыре развития искусства до какого-то н нового. Как линейная модель. Работал очень долго, потому что была оценочная категория. То есть плюс-минус. От примитивного до хорошего. То, что некрасиво мы не берем. И жизнь человека в линейной модели вроде как действует. Если посмотреть на общий внешний правиль. Если посмотреть на внутренние проявления. Оказывается, что там нет такой последовательности. Но не получается. Попробуйте направить свои мысли в линейную последовательность. Попробуйте совершить в течение дня действия. Каждая из которых вытекает из предыдущего. Чёрного. Логичного. Да? Или вспомните Ерофеева. Если вы читали «Москопетушки». Он пытался читать промежутки между икодами. Напившись по определённому рецепту алкоголя. Он пытался читать промежутки между своими иками. И не мог найти никакой взаимосвязи. То есть промежутки были абсолютно разные по времени. Шесть секунд, пятнадцать, восемь, опять пятнадцать. Ну и так далее. Двадцать один на три секунды. Он говорит, посрамлена наука, логика и рационализм. Не работает. Линейная магия в искусстве. Символы или элементы искусства, которые выделяются, они существуют в нелинейной последовательности. Они проявляются время от времени в разных формах. Ну это опять же возвращаясь к архетипу. Мне слово архетип нравится, но оно не моё. Элемент тоже не моё слово. Элемент мне больше нравится, потому что под наш кут – это именно элемент. Я попытался выделить в своём сознании какие-то образы. Не буду говорить этим способом, я пытался их выделить. Никак я работаю. То есть интуитивно, используя образы из своих каких-то старых работ. Образы, которые бы имели двойственный смысл. Как минимум два смысла. То есть допустим дорожка, которая… Нет, не видно дорожку. Там домик, и от него идёт дорожка. Дорожка придёт и домой, и из дома. Ну понятно. Качели катаются и туда, и сюда. Или просто образы, которые имеют для меня какой-то смысл. Постарался их от себя немножко отделить, то есть объективизировать. Превратить их действительно в сильно. Без привязки к моей личности. Это за счёт формы их. Ну вот идут шесть человек, один впереди, или он же сзади. Впереди большинство, сзади. Или один впереди, сзади большинство. То есть двойственные силы. И оставил им пустую клетку, чтобы можно было их менять местами. Эти элементы в зависимости от контекста меняют свой смысл. Сейчас объясню. Если перестать видеть последовательность. Это пример очень хороший, есть у Веденского. Если вы читали его в Веденского. У него есть стихи, есть у него такие высокоразные трактаты. По поводу времени. Он говорит, я усомнился в пространстве и во времени. Пусть мышь бегает по камню. Считай каждый её шаг. Забудь только слово «каждый». Забудь только слово «шаг». И тогда мышь начнёт мерцать, пишет Веденский. Ну и по поводу мира. Оглянись, мир мерцает, как мышь. Если перестать видеть последовательность. И видеть каждый элемент сам по себе. Или в виде какого-то смыслового поля. И сегодня не хочу уточнять. Вот так много я тебе сказал. В виде какого-то смыслового поля. Оно может быть из 16-ти. Или может быть из гораздо большего числа. Что в процессе эволюции творческой. Разными путями. Интуитивно. Подсознательно. Чтобы не убрать в терминологию. По-моему так оно и есть. Короче. Выделены были какие-то основные элементы. Если говорить. Они не имеют номеров. Они просто есть. Они были всегда. Поскольку люди живут примерно. У них есть основные моменты. Мужское и женское. Есть родители. Есть дети. Есть природа. Есть человек. Есть смерть. Есть жизнь. Вот эти элементы были выделены. Они выделились сами. Они выделились конкретно. Кто-то их изобразил максимально точно. В минимальной степени условности. Кто-то взял от них кусочек. Попытался его развить. Вот. И все время для движения этих элементов. Для их перетасовки. Остается пустая плита. И для понимания этого всего. Нам нужен не констатационный такой язык. Или не элементаризация искусственная. Ну, как элементаризация. Это пещера Альдомира. Верхний палеобит. Одна штука. Это Бианар Битайпичи. Мадонна Бенрона. Одна штука. Доска. Масло. Размеры. Это картина Пикассо Кернига. Одна штука. Длина метра 7,64. Высота литра. Элементаризация. Перечисления. И комментарии. Художник жил. Художник умер. Как он жил. Как он умер. То, что любят, как раз. То, что запоминают все. Вот по поводу Ван Гога. Что вы знаете о нем? Какой вопрос, да? Он уже литеричный. Отрезвый ухар. Отрезвый ухар. Отрезвый ухар. Отрезвый ухар. Отрезвый ухар. Или оставшийся? Что за вопрос? Последовательность. Последовательность. Вот это вот. Ну, ведь логики прямой нет. Иногда эти явления между друг другом никак не сказано. Даже сам подход к истории искусств, например, изучается Египет, потом Грецию, потом Рим. Очень много нагазывает таких вещей. Ну, искусственных действий. В плохом смысле этого слова. А по поводу самого искусства психики человечества. То есть процессы. Как говорил филотов, что процессы в сознании записываются на картине. То есть отражение интеллектуальных процессов. Человек владеет имполем информации. Он владеет и в своей голове, и в своем подсознании, и даже в сознании. И он видит его в окружающем. Вот эти вот элементы, они не такие уже сложные. То есть их мало достаточно. Я вот выделил здесь, я выделил 15. Последняя работа там 12. Еще меньше стало. Но вообще 7. Цветов, ну, в ратуе 3. Ну и их смесь. И вот из этих элементов получаются разные комбинации. Как эти комбинации получаются? Вот обычная пятнашка, вот эта вот простая глядочка, это условие движения, да? То есть для того, чтобы выставить какую-то последовательность. В моей пятнашке главное отличие в том, что двигается густая клеточка. У меня не получилось эту штуку ровно и тяжело играть, и они там застревают густами. Но, в общем-то, задача в том, чтобы густая клеточка двигалась. И здесь мы имеем комбинацию разных элементов, случайно оказавшихся. Вот именно здесь, да? И задача провести между ними связь. И связь проводится через пустую клетку. Пустая клетка меняет положение. Оказывается, здесь связь проводится через нее вот так. И связь в данном случае и является творческим продуктом. в том, что если эту клеточку заполнить, движение прекратится. Понимаете? Вот символы. Легче с тобой. То есть, вот эти вот символы, или образы, или архетипы, я стараюсь наручать, потому что одно дело говорить об этом, а другое дело пытаться это делать. Ну, это вот с ними работать. То есть, отключается там душа, энергия, гармония, мистика. Об этом говорить опасно, потому что тоже переход на какие-то эзотерические штуки. Вот с этим работали алхимики, да? То есть, и с многообразием, и с кашей, скажем так, и с хаосом, задача выделить основные элементы, и потом принцип организации или движения этих элементов. В итоге получается совершенно абстрактная игра для осознания. Я просто когда-то покрылся холодным ботом, узнал, что это Дана Бруна была очень там прикольная штука, который прям подсветал подтверждение за стойку. Или я не знаю точно, как она выглядела, но на рисунке была тоже с кем. То есть, там было два круга, и они были поделены на сектора. И в этих секторах были написаны буквы у террического алфавита. Альфа, бета, альфа. Вот этот круг, он крутился внутри первого, вышел. И эти буквы совпадали. Каждой буквой было приписано три значения. Значения были образные. Опять же, выделены элементы. Если вы попытаетесь придумать такую игру, вы поймете, что любой элемент здесь не подходит. Это не просто игра в ассоциации. Тут нужно выделить какие-то элементы, которые действительно могут иметь смысл в зависимости от контекста. Например, собака, веревка, нож. А здесь три других. Лестница, окно, что-нибудь еще. Солнце. А также от проведения связи между этими элементами зависел ход игры. Это была тренировка ассоциативного мышления, во-первых. Во-вторых, очень интересная образная игра. То есть художественная игра. Если вы пробуете провести связь между собакой и ножом глубоко, в общем, попробуйте поиграть в связи. Связь становится очень интересным продуктом вообще игры. Тут вопрос, что характер связи зависит от того, что я вкладываю в этот пустой квадратик. Пустой квадратик – это не лимон. Пустой квадратик – это критерий. А точнее, критерий поиска. То, что вот мы в интернете делаем, да? Вводя критерии поиска. Критерии поиска – это то, на что будет организовываться информационная каша. Потому что структура, которую я рисовал до этого, она работает как объяснение моделирования мира в каком-то глобальном смысле и в книжках в далеком каком-то иллюзорном прошлом. То есть мы не можем себе представить, как бы эта модель помогала напрямую. Как она реализуется в искусстве, я покажу, например, Ёжа Кавтума. Как воспринимать это всё дело? Тут нужен просто ключ или код доступа. Если в следующем году, в учебном смысле, поговорим про кубизм, про абстракционизм, я более конкретно буду говорить. То есть критерий поиска – это вот тот самый ключ, который помогает провести связь. В зависимости от того, где находится квадратик, в каком контексте, зависит от того, как мы думаем, да? То есть не любой ключ позволяет провести связь между всем и всем. Но если элементы, они общие для всего, да, а принципы организующие, они тоже общие для всего, то, зная принципы, можно объединить любые элементы с любыми другими. И это не совсем калаш. Понятно? А как это связано с искусством? Со искусством? Я не буду говорить 25 лет. Там карманная мифология, то есть то, что мне помогает, что-то там понять. А если говорить об искусстве, то все стили, направления, художники могут быть вот этими вот элементами, просто поле гораздо шире. Понимаете, да? И вводя критерии, мы начинаем вот это вот все нанизывать, узнаем гораздо больше, чем если бы мы просто читали биографии и жизни описания. То есть нам нужен критерий поиска, вам нужен там, если вы хотите понять, да? Не просто сравнить, а провести связь. Связь должна стать творческим продуктом восприятия. Это активное восприятие, когда вот я нахожусь здесь, я здесь. И я двигаю внутри этого смыслового круга. В любом порядке, в любом направлении. Это речь идет о свободе, как бы трехмерности восприятия. Если это не квадратная, как наш, как физическая, да? И любая последовательность здесь, мне кажется, искусственная. Потому что, вот видите, я там для с вами мировой отрывок показал вам примеры оттуда. Ну, хотите верите, хотите, нет? Вопросы веры я тоже не трогаю. Хотя это очень полезно. А в «Южике в тумане» эта схема работает, да? То есть на шаманском венков, в украинской вышиванке, и в мультике Дорштейна «Южик в тумане». По сказке Сергея Иказова. То есть можно спорить, можно не спорить, но попробуйте вот положить, шаблон подошел, да? То есть мировое древо здесь, «Южик в тумане» здесь. Что-нибудь еще здесь тоже можно подойти. Идиот Достоевского, там есть мыши, пускается сверху, поднимается наверх, встречается там с кем-то. И это не зависит ни от толщины книги, ни от размера картины, ни от длины фильма. Это зависит от того, что художник работает с очень серьезными вещами, если он серьезный художник. То есть он ковыряется там, под обычному человеку вход запрещен. Просто вот не знает человек, какой критерий поиска вести, чтобы на смысловое поле выйти. Художник, может, тоже не знает, но как-то у него получается. Провалился он или как Данк, да? Случайно отошел до входа Влада. Ну вот. Вот на сегодня это последняя схема. Если будем говорить дальше, то я просто покажу, как они работают в некоторых избранных мной темах. Если есть вопросы, то давайте. Я, наверное, закончу. В выводах я не делаю. Насчет первой, в том, при готовом осуждании, там, где был владелец, где мог был убийственный воздух. Вы сказали, что зерна подойдет. А почему? Если взять большое зерна, то мне будет позже все, по четыре жизни. Как бы, ну, мы... Тут вопрос, зачем нам вторая жизнь? Такая же точная. Нет, ну вы сказали, что, блядь, у сердца происходит все это. Можно взять так. Да можно делать, как угодно. У сердца есть обратная сторона. Из-за ней тоже что опять есть. Все отражаться не будет. Зеркальная поверхность только одна. Вторая жизнь. Солосы. Для какого-то второй жизни тоже солью. Зачем еще одна жизнь? Есть одна, а будет еще одна точно такая же. Ну, одной вот так вот. Ну, реальность, если. Одной реальность, если. С неким разобраться. Вы быстро наберите ее со стороны полезно, да? Это значит, что надо находиться где-то в зеркале, чтобы видеть ее. Как Оля и Ялу. В фильме. Вот сейчас я не могу развить тебя. Вот это зеркало. Это маково. Видели, где у маково работает? Зеркало за зерками, да? Там реальность нежная, реальность нежная. Сделано хорошо. У маково, кстати, степень условности очень маленькая. У маково, кстати, очень маленькая. У нас есть изображение. Очень трудно их выделить для себя. Каждый художник в своем обществе выделяет свои. Но они часто пересекаются. Яркий пример Шагала и Пикассо. Посмотрите, много работ Пикассо в разных периодах. Много работ Шагала. Найдете там, во-первых, общие символы. Во-вторых, у Пикассо повторяются одни и те же темы, сделанные по-разному. Темы, которые для него имели огромное значение. Они начинаются вот практически с ранних периодов. Допустим, тема быка, паралекина. Это были для него основные элементы строительства. Лучше Шагала, влюбленные, ангелы. Эта задача — преодолевать свою личность, выходить за пределы этого субъективизма. Это оказывает, что эти символы не только для художника. Сколько вот этот критерий? Большинка или листика гарантирует потом истинность или большинство этих связей? Это же игра. Вы же пытаетесь как-то университетизировать все равно? Пытаюсь, да. Что вы думаете? Это, кажется, по вашему. О некоторых вещах лучше не задумываться. По-моему. Ну, это интересно. То есть, если, допустим, от игры мы получаем удовольствие, а результат игры отсутствует, да? Нет. То есть, если мы говорим, что мы сейчас говорим о серьезном, то не столько, мне кажется, вы решите эту игру. То есть, если это игра, то мы сначала не решим. Это очень серьезная игра. Я же не говорю о детской игре. Это очень серьезная игра, очень глубокая работа с информацией, по сути. То есть, окончательная истина сможет быть? Окончательная истина. Окончательная истина. Окончательная истина – заполнение последнего класса. На чем движение прекращается? То есть, если мы найдем ответ, он в последнюю камеру запихивает. Истина не в плане как вершина, а в плане как правильность. Отображение объективного. Истина как объективность. А тут какие претерии, как истина, ее множество не можно убрать? Ну, извините, я же не проповедь читаю. Я не претендую, честно. Я в плане истины, может, еще поговорю, но пока на этом момент стоит. Ну, как говорил, есть роман Манагута, называется «Синяя борода». Уже читали «Американский абстрактный экспрессионизм». Там кто-то ответил, по-моему, колок ответил по журналисту, и по ней какая картина хорошая. Она сказала, вот как мне понять? Он сказал, посмотрите, миллион картин. Посмотрите, миллион картин. Вы начнете понимать, какая из них хорошая, какая из них плохая. То есть, так же и здесь. Работа с информацией, особенно с визуальной, с искусством, она интересная сама по себе. А выводы, они приходят вот к этому, или поздно. Поистине, я не говорю, не стоит пока. Истина, она как-то вот, она дискретна. То есть, мы ее поймали, надо ее все время познать. Нельзя ее познать один раз и успокоиться. Допустим, я что-то делаю, я почувствовал вот, опа, да, инсайд какой-то. У Матисса спросили тогда, вот, верит ли ему в Бога? Он сказал, да, верю. Когда я работаю? И мне чувствую, что через меня что-то проходит. Но, когда я заканчиваю работать, я уже ничего не чувствую. Я не могу это использовать потом в своих корыстных целях. Не могу это взять, положить в карман, а потом как-то надо достать. То есть, это не от меня зависит, да? Во-первых, я не Матис, во-вторых, я немножко не о том сейчас говорю. Я вам, как бы, дал несколько таких вот вариантов, ключей. Они вам могут пригодиться, могут не пригодиться. Это не искусствоведение, не каширологие. Это то, что мне нужно. Да, вот, я делюсь. Они полезны мне, они помогают иногда. Есть вещи, которые просто не стоит анализировать, например. Но это вы тоже можете почувствовать, а можете не почувствовать. Здесь вещи пустые, изначально пустые. И мы, как бы, используя... Это все равно, что... Серебряная ложка пытаться выкопать яму, да? То есть, инструмент красивый, его для этого не надо использовать. Можно взять грубую лопату, поткнуть ее в землю, выкопать яму. Есть такие штуки, которые просто не нужно трогать. Они и так понятны. То есть, структурные какие-то подходы, разбор, терминалистические, или какой-то еще. Здесь без повесения. Ну ладно. Тут есть вопросов больше нет? Есть вопросы? Да. А то сейчас же я чувствую, что я на какую-то новую тему начинаю. До завтра. Попытка сделать схему три предмета, в том числе которых можно потом построить... Три? Хорошо. Один. Одна пасочка, насыпал, и гарантия же нет. Как неплохая пассажирская? Да неплохая. Черный квадратный. Не было. Как говорят. Но не получилось же тоже. Кто сказал, что он черный? А я сказал, что не получился. А? Черный квадратный. Вот. Он потрескавшийся. И синий, он не был. Черный квадратный. Ну это просто черная колонна. Ну хорошо. На сегодня хватит. Аплодисменты. 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 Ну там информация, что будет в осеннем продолжаться. Цикл. Я думаю вы узнаете. До свидания.